Голуби и утки – давнишние жители городов и, как считается, неплохо приспособились к нашим условиям. Утки вывели потомство и привычно не обращают внимания на бытовой мусор в водоемах. Пока это возможно. Но есть птицы с более непокорным норовом – те же чайки. Во многих странах чаек ценят за их красивый романтический образ. Но кроме того, они очень полезны. Они хорошие мусорщики и кое-где даже просто чистят пляжи. Но есть и недостатки. Чайки портят дома, машины. Это большой минус. А кроме того, они очень шумные и хитрые. Так считается. Поэтому вам судить об их красоте и пользе. В последнее время чайки стали главными мусорщиками в зимний период и серьезными конкурентами – воронам, обитающим в местах скопления производственных и потребительских отходов. Чаек в промышленных центрах России становится все больше. Они остаются здесь зимовать, легко приспосабливаются к урбанизированным территориям, стараются адаптироваться к условиям обитания, измененным влиянием человека. Уже с начала 80-х годов прошлого века количество чаек в зимующих городах значительно увеличилось. Вдоль рек, впадающих в Москву и Аку, гнездятся сотни пар чаек, особенно неподалеку от ТЭЦ. Чайки считаются птицами синотропными. То есть они живут рядом с человеком и получают от этого выгоду. Ну а человек готовит для чаек вот такие вот площадки. И, конечно же, чаек много возле свалок. Чем больше свалок, тем больше чаек. Сизая, а также озерная чайки встречаются практически повсеместно. Это один из самых распространенных в мире видов. Их насчитывается более двух миллионов пар. Кого-то настораживает такое соседство. Пернатые – потенциальные разносчики болезней. Однако экологи говорят, что выход чаек из урбанизированной среды повлечет наступление грызунов. Чайки кормятся пищевыми отходами на свалках, в местах переработки рыбы и других продуктов в городах. Корм добывают на плаву, с поверхности воды, на суше и даже в воздухе. Они гнездятся в местах, недоступных для хищников. И их возрастающее присутствие регулируется только наличием корма. Перед наступлением морозов большинство чаек мигрируют на юг. Но, по всей видимости, в мытищах они прижились надолго и обстоятельно. Сергей Берзин, Константин Химичев, информационная программа «День». Субтитры создавал DimaTorzok